привет народ сегодня уже у нас 7 августа сейчас покажу чем я кормлю черную львинку овощи и фрукты пищевые отходы хлеб замоченный сейчас это все смешиваем добавляем отруби и пойдем кормить черные голоде садятся вот так кормим опарше сейчас там напал кусок хлеба лечу на кусок хлеба ну хотя еще еда здесь есть но все равно даю чем больше еды тем лучше они у нас растут протеин для наших птичек скамоядных курей попугаи овцам добавляю шикарно растет он на навозе перепели нам особенно это ну у меня вот есть возможность такие пищевые отходы давать вот смотрите вроде вроде бы ничего не происходит да сейчас покажу вот так убираем вверх и он просто просто кишит это все для птичек наших любимых там они после этого несутся по сумасшедшему кто-то думает не совсем адекватные люди что это выращивается на еду идиотов очень много это для наших животных кур как-то поедят такого опарыша несутся в день по 2 яйца шучу но несутся очень хорошо ну и переработка навоза никаких отходов у вас не будет ну и вот например если хлеб до давать хлеба одну много курям ну это не пойдет курил есть не будут у нас это вот скормил черные львинки скормил его этот хлеб и черную львинку она кур в любое время в любое время года в любой в час дня будут кушать большим удовольствием даже если они наевшиеся они будут это есть и очень большая очень большая это как ее экономия корма за счет отходов поэтому классная вещь вот смотрите тоже вроде бы ничего не происходит здесь все кишит вот во сколько здесь помета нету парыш видеть чистенький беленький все на пищевых отходах растет на помете то же самое них ничуть не хуже растет чем даже на эти посмотрите яблоко или персик только закинул чем гниле и тем вкуснее для них перерабатывает абсолютно все органику абсолютно так сейчас мы кормим просто накладываем вот так сверху немного влажноватый завтра буду переселять такие тазы вот этот ящик ну наверно литров я даже не знаю литров на 15-20 вот на на два таких это сколько литров интересно 22 литра примерно такой же объем тоже нами вот внутри ящика разобьет этого опарыша подсушу как раз добавлю мелкому желательно все влажное давать уже когда он повзрослеет вот такой станет это уже можно вот здесь видите более сухой субстрат завтра я сюда добавляю отруби и он становится тоже таким же сухим и они прекрасно себя чувствуют когда уже вот такие взрослые влажные не надо вот смотрите что происходит это вот они поедают еду муха на корме муха не секторе сейчас побрызгал важно поэтому мутно яйцо также отправляю почты россии первым классом посылка стоит на данный момент 3000 рублей 10 10 грамм яйца черной линьки ну это примерно вот ну это уже разделено это примерно вот такой объем короче по если считать по научному то с одного грамма выходит 2-3 килограмма опарыша но с учетом перелетов с учетом транспортировки конечно такого нету выходит прилично нормально хватит на маточное поголовье еще и накормить своих живность и хватит начать разводить опарыша поэтому можно начать разводить все сейчас его кормим перерабатывать сейчас до утра этого уже ничего не останется всех средств кроме опарыша вот этой черной линьки здесь ничего никаких других насекомых или простых мух не будет они просто съедают все все что туда попадает чужое все это съедается мгновенно это никаких других организмов здесь нет только сто процентов черная линка растет очень быстро и выход очень 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 большой так что вот как-то так греет сейчас вот здесь идет прямо жар сейчас они это все нагревают и съели поэтому еще сейчас сегодня у нас 7 августа ну примерно до ноября месяца я его развожу потом черную пред куколку консервируем до следующего года до марта месяца и месяца два-три будем без него а потом все по новой ну ладно спасибо за просмотр народ кому интересно пишите ватсап оставлю номер телефона все кто берет посылку всем объясняю рассказываю как этого разводить как чай правильно делаться ну все скоро увидимся